Не верьте учителям, не верьте философам, не верьте тем более политикам, которые вас используют, верьте самим себе. И вот если опять-таки, опять определять квинтэссенцию моего творчества, это попытка не рассказать то, что я знаю, по своей духовной ли практике, по своему ли опыту жизни в Америке, во Франции, там, в России, где угодно, а только лишь для того, чтобы попытаться вдохновить каждого из моих читателей на фантастическое чудо, которым является он сам, и на фантастическое провокционное чудо, которым является любая женщина, которая рядом с тобой. Поэтому многие мои творчества рассматривают как творчество для женщин. Я абсолютно этого не боюсь и даже этому радуюсь. Потому что для того, чтобы собеседовать с женщиной на уровне своих пяти операций в секунду, как мужчине, мне нужно ей сказать только кодовые слова, и она сама включает меня в свои миллионы, как она делает с любым любимым. Какие кодовые слова? Любовь. Какие кодовые слова? Вдохновение. Какие кодовые слова? Востребованность. Какие кодовые слова? Женщина. Вы знаете, мое одно из больших потрясений, имея уже взрослых детей, уже, в общем-то, пройдя какой-то опыт болезни среднего возраста, я вдруг обнаружил, что все женщины рядом с мужчинами их дурят. Потому что они абсолютно четко знают свое преимущество над нами, мужчинами. И при этом умудряются притворяться, что они вторичны. Мне вспоминается один хороший анекдот, я его сегодня рассказывал. Приходит Ева к Богу. Ева приходит к Богу. И говорит, Господь, мне надоело быть одной в раю. Ева говорит, Господь, мне надоело быть одной в раю. Дай мне кого-нибудь, чтобы я могла заботиться. Дай мне, чтобы я могла говорить ласковые слова. Дай мне, чтобы меня кто-то целовал. Бог говорит, ты сумасшедшая. У тебя же такое счастье, у тебя весь рай. Все небе служат. Животный мир, растительный мир, небо, звезды. Я тебе служу. Она говорит, ну ты понимаешь, мне нужно кого-то целовать. Мне нужно о ком-то заботиться. Он говорит, ну я могу, конечно, сделать тебе. Но понимаешь, он же будет плохо пахнут. Она говорит, ничего. Я его, говорит, вымою. Он будет, в общем-то, грубияном. Она говорит, да ничего. Я его научу словам. Он говорит, Господи, ну ты же не понимаешь, он же будет обидеть. Ты знаешь, я вытер. Со временем он изменится. Ты сумасшедшая, говорит Господь Бог. Ты мой любимый дитякин. Он же будет говорить, что ты сделан из его ребра. Мы сегодня верим в эту притчу. В глубейшую притчу. Спасающую нас, мужчин, от несостоятельности. Ибо я думаю, что если даже лет 20 назад, мне бы кто-то сказал, что Ева не из ребра, а дама, я бы мог не выдержать. Мужчина слабее женщины на космос. Я повторю эту фразу. Мужчина слабее женщины на космос. Поэтому он устремлен в различные философские школы. Поэтому он старается быть учителем. Поэтому он старается рассказывать, в общем-то, о каких-то планетах. Кто-то куда пришел, кто-то куда уйдет. Фантастическая ересь. Никто никуда не придет, никто ниоткуда не уходил. Мы всегда были, мы всегда есть и всегда будем космосом. Вселенной. Слушайте очень внимательно. Третий раз. Мы всегда будем женщины. Редактор субтитров А.Семкин